Тема была такая. В современном обществе с огромным количеством школьных лет и учеников общество скатилось к тому, что средний уровень учителей стал очень низким. И такое яркое явление, как хан, когда высочайшего уровня учитель вдруг становится доступным любому ученику бесплатно, то вокруг него надо сделать правильную оболочку, как я чувствую, многовозрастные классы или то, что называется флип, перевернутый класс, когда дети смотрят урок дома, обсуждают в классе, или разновозрастные классы, как я уже сказал, сделать среду, когда вот этот хан зайдет, особенно в эпоху коронавируса, когда детей с силой выгоняют в школу и тут пересекаются с тем, что говорит Владимир, там прививки заставляют делать и так далее. Именно коронавирус, между прочим, у меня очень много общего с Веб Юдой, с доктором Юдой Мендельсоном, да, и многие продвинутые люди говорят, что коронавирус силой выталкивает нас в новую эпоху, да, он уже вытолкнул пожилых людей, так как моя мама вдруг обнаружила, да, вот это общество Юнипер, которое самых пожилых уже привело на Zoom, у них к телевизору есть пульты, да, и они счастливы, нельзя сказать, вот это им не заменило, они раньше хотели, они получили богатство, которого у них не было, и я бы хотел, чтобы дети получили это же богатство, Академию Хана или в том виде, в котором Хан продвигает, он же сам тоже очень там целый коллектив у него огромный, и много стран подключилось, и меценаты огромные, но оно не входит в ту энергию, которая должна быть. Ну, вот это мое, этим я живу, потому что у меня есть ощущение, что вот туда, если достаточно импульса дать, чтобы оно начало в Израиле распространяться активно, то это общественный эффект мог бы быть самый быстрый. Ну, вот это одна. Есть еще другие, но это для меня в смысле образования была центральная, кроме еще одной темы тоже, о которой я... Сейчас, одну секунду, чтобы сделать общую картину, оно осталось, может быть, даже в записи. Еще одна тема, которая перекликается, и о которой мы говорили, перекликается с тем, почему уровень учителей стал низким. Что самый высокий уровень, допустим, обучения математики из известных нам, если по массовости и уровню, в истории человечества, не просто так, а в истории человечества, если массу знаний людей в математике умножить на процент людей, которые это знали, это Советский Союз 50-х годов. И почему он преуспел, там много причин, и учителя пришли от Царской России и так далее, но по моему ощущению, и то, что я подчеркнул от старого профессора, к сожалению, ныне покойного Яна Лумельского, Яна Петровича Лумельского, хорошо употребить его имя, использовать его имя здесь. Он сказал, что работая в институте, он свидетельствует, что когда перешли к обязательному десятилетнему образованию, качество учеников упало. Самое высокое было, когда была семилетка, и детям обычных возможностей, вплоть до черчения и до всего, они за семь лет осваивали, а более талантливыми взрослыми, с десятого учиться, и это обеспечивало достаточное количество продвинутых учителей, тем детям, у которых были способности. Это была самая успешная в мире система, ну и еще плюс система. Может, Александр прав, может взять китайскую модель? Подождите, при чем тут китайская модель? Этот кризис образования, он в западных странах. Он в странах, где стали учить 16 лет. 12, ну 15-16 лет, 12 лет в школы, плюс основная масса идет в колледже, по крайней мере, 3 года колледжа, потому что человек, который не закончил колледж, даже если он идет на специальность, которой по-настоящему колледж не требуется, но его квалификационное, как говорится, минимум обязан иметь колледж, иначе он просто пойдет в булочки печь. Хотя и после колледжа многие идут в булочки печь. Все.